Пятого сичня 2024 года, четверг, предпоследнее служение, чему месяцем. Следующий раз мы застремимся с вами 30, 30, 30, 30, або 30, не або, а прямо скажу 30 числа, даст Бог життя и все сичнем попрощаться треба. Ну что, дякую за всех вас, за то, что вы сегодня разом вместе, мы прославляем Господа. Скажу, что сегодня участвуют с нами Алексей Мария Соколовик, город Эдмонд, Танн и Канада. Эрад Лидерлиг, Немеччина, Людмила Шуман, Шитно, Мария Гуменюк, Таня Шур, Ривне, Васильчук, Ева, Смоленск, Максимчук, Людмила, Ольга Саразинска, Таня Долженкова, Виталий Фурманчук, Володя Шек, Санова Гасян, Саша, Микола, без фамилии. И Витя Пилипенко? Да, Пилипенко. Ага, бачишь Пилипенко. А Витя, как у тебя? Климук. Климук? Климюк. Климюк. Климюк? Да. Ну, ваше, у нас есть Климук, Климук, а что тут Климюк, оказывается. Саша, у тебя как прозвище? Горубей. А, вот это уже нормальный. Горубец. И Саша Горубец. Ну, одним что? Горубей не было. Ну, Горубец это самое. Не, не переводится. Ну, извини, мы переводим. Да, и со мной Косян. Короче, мы сегодня находимся здесь. С вами, друзья, мы дуже рады, что Господь даёт нам прекрасную нагоду, маты и спелькувание. Звычайно, не всегда бывает так, как мы хочемо, але треба... А, и Вера, а дамови Цакраменто, геть забыл, елещену побачив, задав. И Вера дамови Цакраменто. Правда, она там нас погано чуе, но ничем не поможем. Это надо телефоннее, у неё что-то звук приподнимать. Ну, что, друзья, будем читать Слово Божие и помолимся, попросим Божьего благословения. Значит, что хочет от нас Бог сегодня? Апостол Павел говорит, итак, опять, поэтажит, после того, как он говорит в дейке речи, поэтажит своё сказанное, говорит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Я скажу, что не случайно вот это всё написано, так? Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, жертву святую, благоугодную Богу для разумного. Вы знаете, ударение чётко даётся для разумного служения. И выникает вопрос, а что есть и неразумные? Конечно, есть. Есть и неразумные служения. Люди сегодня делают вид, типа они служат Богу, но они далеко не с Богом. Вообще Бог невидношение не мает до чего. Вообще они на стороне. Ну, они думают, что для Бога служат. Вот я помню, у нас был один молодой парень, который мав хворобу. В Индуже мав серьёзную хворобу. И что ему сказали? Ему сказали, что если ты пешком пейдёшь с Рырного до Пачаева, Бог тебя исцелит. Ну, а что делать? Человек мает тяжкую хворобу. Страшную хворобу. Он прямо стремится за это, ну, пешком до Пачаева. Это сколько километров-то? Здесь больше 100 километров, мне кажется. Это идти пешком. Там машина важко ехать. Там пешком. И каждый пошёл до Дубна, упал. Пошёл человек, пошёл до Дубна, дошёл. И упал, звонит мама, иди забери его, я уже не могу. Уже силы. Это 60 километров, считайте, сколько там километров до Дубна. Здесь 40-60. Человек ходил-ходил и не доходил. Это неразумное служение. Он думает, он служит Богу, он для Бога что-то делает. А вообще тут Бог ни при чём. И в итоге Вим Пешёв туда, доехал до того собрания, это Пачаев. Потом ему сказали, там была картина, там стояла какая-то. Сказали, надо три раза крутиться там, билет о здании, билет о картины. Три раза надо было крутиться. И Вим, давай, крутиться, говорит. Два раза крутился, третий раз картину забрали. И, говорит, я приходил, у него нет картины. Думаю, ну да, у меня ещё один раз остался. Ну, дайте картины. Нема. Забрали, говорит. И человек, знаете, в таком распаче, ну, что теперь делать? Боже, что мне делать? Ничего не делать. Богу это не угодно. Это Богу вообще не требует. Неразумное служение. Людина, который хотел угодить Господу, это оказалось совсем не туда. Совсем не так, как хотелось бы. И в итоге, доброе, что нашлись разумные люди и предлагали разумное служение. Вим пришёл в собрание до церкви, Ковчег Спасения. Там был призыв до покаяния. И он, говорит, он забыл, что он еле ходит, он забыл, что вообще умирает. Пошёл, говорит, помолились, там, он покаялся, он просил Бога прощения. И забыл, что он еле пришёл. И так к себе ещё он и потом вспомнил. Вспомнил, что, о, слухай, Бог меня исцелил, да? Бог исцеляет. Когда мы разумно подходим, когда мы понимаем, что свои тела, Павел ещё, говорит, «Боже, умоляю вас, братья, милосердные Божьи, представьте, целая ваша жертва живут. Я, каждый из нас, мое право сегодня, своё тело, да? Вот, Господи, ось я перед Тобой, Боже. Я все сто процентов вручаю себе твои руки, Господь. Ты выкористовывай меня, Боже. Ты благослови меня, Господь. Ты дай устройство в моей жизни, Господи. Павел говорит, что уже не я живу, всё, уже не я живу, а живёт во мне Христос. И то, что я делаю, Господи, хочу я рубить только во имя Тебя и для славы Твоей. И альтернативы нет на чём. То есть альтернативы Сатана предлагает, но в Божьем направлении есть только неразумное служение, которое не угодно Богу. И Павел далее говорит, «И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И не сообразуйтесь веком с ним». Знаете, цель век требует своё. Этот век по-своему диктует нас. У него есть свои приманки. Сливы, справа, сзади, спереди, сверху, снизу. Как бы нас отвести в сторону? Как бы нас, да, чтобы мы неправильно находились в очах Господних? Не то, чтобы Богу угодно. И поэтому Павел говорит, «Не сообразуйтесь веком с ним, не живите по меркам и представлениям этого мира. И законы этого мира не руководят вами». Этот мир, как один человек сказал, когда человек на воде, на море, это нормально. Когда корабль на море, это нормально. Это природно. Это так мое будущее, так задуманно. Но когда море корабли, море чё в ней, это уже беда. Там уже требует думать, если сейчас как выкарабкаться, выплевываться оттуда. Видите, звезти. Поэтому, друзья, Господь хочет, чтобы мы разумели, если мы сегодня живем по законам этого мира, то мир диктует нам. То есть не то, что я говорю, есть речи, которые не угодны Богу. Тебя никто не заставляет. Ты можешь воздержаться, ты можешь противостоять дьяволу твердой вере, ты можешь, мало ли, что там может быть. Але если ты с Господом, и Бог будет за тобой, Бог будет захищать тебя, Бог будет сберегти тебя, Бог будет благословить. Я по дороге казав и Саше, ты сегодня нуждаешься, я готов, мы готовы тебя підтримать, поддержать, але решение останется слово за тобой. Як ты себе будешь вести? Як ты себе будешь... У нас были разные люди. Но люди, знаете, почему-то они считали, что то, что мы делаем, это мало. Мало. Надо еще что сделать. Я не знаю, если бы сказали, что надо, чтобы я каждый ранок пришел, помил ноги, может так и быть. Пришел бы ради спасения его души, пришел бы и сказал, ну, раз надо, то надо. Я знаю, что это ему до спасения приведет. Нет, но они хотели еще больше, но нам об этом ничего не говорили. Они ушли, они скандалы, свалились, они рубили мерву и ушли, потому что их что-то не устраивало. Да, не то, что законы этого мира, Божий закон их не устраивало. Все люди противостояли закону, Божию закону. Но Господь сегодня нам говорит, друзья, что мы на впаки, мы жили в мире и любви, мы приносили свое тело жертву для разумного служения. И далее там апостол Павел говорит, в том главе, никому не давайте, не воздавайте злом за зло, 17 стих, 12 главе там, не давайте никому злом за зло, но пекитесь о добром, пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, мир Божий, который превысит всякого ума человека. Допустим, я не могу всех людей угодить, что все со мной ввели в мире, но я могу быть, нема проблем. Ты в мире? У тебя мир в твоем сердце? Ты можешь подойти к твоему брату и пообщаться дальше? Нема проблем. То есть сестры? Нема проблем. То слава Богу. Мы не можем всех людей угодить. Мы не можем всем людям рубить добро. Мы не можем этого делать всем. Но не причинять зло мы можем. Чтобы никому не причинять зло, мы можем этого делать. Мы можем воздержаться от этого зла. Ты можешь рубить добро рядом, следующий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Ты можешь им рубить. Но не причинять зло, мы можем, мы не можем этого рубить, и мы можем воздержаться, и никому зло мы не можем причинять. Потому что у нас живет Господь. И мы не можем идти на компромисс с дьяволом и с его наследниками. Мы не можем этого делать. Павел говорит, я знаю, кого я уверовал. Мы знаем, кого мы уверовали. Мы знаем, кто наш хозяин. Это Иисус Христос, который отдал самого себя, что мы жили. Если сегодня я иду в компромисс с дьяволом, вот ты смотри. Саша, у нас собрание, я в селе, брат мой. Ты звонишь дуже поздно. Извини. Город же сбив меня, ну. Павел говорит, не мстите за себя, возгубленный, но дайте место гневу Божию, потому что написано, мне отомщение, я вас дам, говорит Господь. Мы, верующие люди, не мстят. Ну, я понимаю, если кто-то тебе зробит зло, если кто-то тебе дал подножку, ну, не колы голову верующих людей не придай в вертации и бить его, або робите зло на него, или я не знаю, что там робите. Потому что мы не мстим за себя. Нам, конечно, верующим робят зло каждому шагу. Могут наговорить, и могут рубить, и могут таку всякую гадостью рубить, и ну то шо? Мы не можем участвовать в их злых делах, мы можем воздержаться, мы можем отдать Господу Божию, ты, герои, Господь, ты воздай ему за его злодеяние. Нежели, что мы будем идти воевать против брата, против... Якщо людина, знаете, Иисус скажет, по плодам их узнает, не важно, как мы себя называем, важно, какие плода мы приносим. Якщо наши дела отрицательные, нехорошие, як бы мы себе не говорили, все равно эту плоду надо попробовать, действие. Все равно кто-то должен просто подойти и сказать, ну дай ну попробуй, что за плоды у тебя, а потом бачит, это они страшные, горькие. Если я говорю веру в Бога, а в результате у меня ничего Божьего, веры Божьего нету, то все равно открывается истинная Господня. Значит, я живу по закону мира этого, значит, я живу мирской жизнью, значит, мир со мной. Я не я не ну как сказать, не оторвался от этого мира, не вышел из мира, а я сейчас живу в этом мире, и мир во мне. Не Божий мир, а этот светской мир. Поэтому, друзья, Павел сегодня дает наставление для нас, чтобы мы могли работать правильно разумение, правильно рассуждение, правильно подумали. Бог нам дал. Да, Бог не хочет быть фанатиком, ничего не понимающим, ничего не знаешь, фанатично. Нет, Бог дает нам мудрость, чтобы мы мудро поступали, чтобы мудрость разумели. как-то недавно, буквально, не знаю, месяц назад, где-то, в Айбере, в Айбере, где там, по-моему, в Айбере, появилась одна девчина, написала, просит помощи, там, по-моему, счет, рахунок выставил, детину поставил, там, фотография, все там, прямо надо помочь. Я, по-моему, в Айбере была, или в Телеграме, я уже не помню, в Айбере, это в Айбере. Да. И она просит, я ей задавал вопросы, я смотрю то же самое, уже на другое имя, фамилия. Я говорю, это, скажи, на маму, скажу, хорошо, вышли мне маму фотографии с тем паспортным данным, я хочу попасть это куда. А что вы мне не доверяете? Со мной она переписку рубила, что за вирус, и такие, подчекай. Если я вирус, это не глупо, что я баран, я овечка, но не баран, это разные вещи между бараном и овечкой. Я овечка Божия, но это Бог дает мне еще думать, что значит высылай гроши. Я должен знать, куда я высылаю, для чего я высылаю, а ты кто такой? Я тебя вообще не знаю. И что вы думаете? Она так и мне ничего не высела, я удалился всех источников повсюду, везде. Бог нам дает разумное служение, разумное служение, мудрость проявить, проси Бога. Я понимаю, я хотел, я взял и, ну, не скажу, какую сумму я специально взял, типа, высылаю. Ну, не типа, а я нажал кнопку, смотрю, появилось совершенно другого фамилия, имя. Я и написал, я хочу паспорт вот этого человека и связь, и чтобы от ЗАГСа, что она является матери его, то ребенка. Все, нема. А ты мне просишь деньги на этого человека, подчекай, а кто в Инд, кто в Инд? Матый? Ну, покажи, докажи, что это матый. Она мне дала кучу документов, что, типа, это матый, детина хворяет, а только что. Ты дала документы, а ли фактично ты обманываешь нас. Одним словом, друзья, я думаю, что для каждого из нас Бог дает право, да, мы называемся детьми Божьими, да, мы называемся верующие, овечие Господни, а ли Бог еще говорит нам, что мы могли разумно несли, написано в Библии, в другом месте, добродетельно, должна быть рассудительна. Рассудительна. Если ты бачишь людина неадекватная, если бачишь людину там дейкие речи, которые просто тебе сомневы, то подумай перед тем, когда делаешь добро, задумайся над тем. Вот когда я с Сашей беседовал, мне рекомендовали Сашу. Не пей, не курить, не дерется, не крадай, не краду. Может, не знаю, может, нечего было красить, Саша? Может, нечего было красить потом, не краду? Не, просто в интернате мы научили, что не можно. Не, не, ему просто научили, в интернавчине, что не можно чужого брать. Я рад. по рекомендации, я приятный молодой человек, ну, хай, живи, ну, чего, Бог дал возможности, хай побудет, завтра, знаешь, в какой час стал. Але, якщо вдруг, оказывается, Саша меня обманул, то Саша знает, где дверь открывается. Він стоит, по-хорошему, идет, спитает Виталику, где маршрутка стоит, и поехал себе домой, не знаю, куда. А якщо нет, то будь ласка, будешь жить, только Бог даст, пока Він станет член церкви, поженится, замуж идут, там и тому подобное. Хорошо, друзья, добрые, хай Бог нас благоставит. Еще раз нагадаю эти два стиха, дуже важные. На цих двух стихах у меня дуже хорошая проповедь есть, але времени нет у нас, к сожалению. Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела вашей жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком всем. И не преобразуйтесь. То есть, другими словами, если ты делаешь во имя Бога доброе служение, уже мир остав, оставь этого мира спокойно. Пусть законы этого мира с тобой не мают ничего общего. Ты живешь по другим законам. Другой закон тебе ведет. И не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Добрые друзья, мы зараз будем молиться, будем просить Божьей милости, чтобы Бог благословил каждому из нас. Хай Бог говорит, чтобы сегодняшнее служение было для назидания, для укрепления души нашей. Кто как может, зараз поможется нашему Господу. Аминь. Многомилосердный отец наш, мы возвеличим тебе, Боже, мы благодарим Господи, мы дякуем тебе, Боже, что ты вчера, сегодня, навеки той самой, и цей день, Господи, який ты подарил нам, Боже, просим милости твоей, Боже, благослови, говори до нашего сердца, предпринимай дух наш, Господи, веди по цей житей в дарозе, Боже, аллилуйя тебе, слава тебе, очи, хорняли, ховно, теребодалай, скаравади плен, хвала тебе, слава тебе, дух святой, я просу, милость твое, благослови, Господи, кожна, кто сегодня, слухай слово твою, Боже, кто живет, Господи, для славы твоей, Боже, хранись ближе, Господи, для нас, для наших тела, для разумного служения, Боже, что бы мы ни робили, Г Rhodes, тебе прославили, отец, пожалуйста, пожалуйста, благослови, ще раз мы просим, Господи, благослови, Господи, ты бачишь, сестру веру в прицах, спеши домой, Господи, благослови Божие. Ты и знаешь наших сестер, братьев, кто нуждается для Твоей исцеления Божия. Благослови каждого, кроме особистого Божия. И это служение мы вручаем Твои руки, Боже, тебе шире, шире дякую. Ты один достоин славы, хвали наш Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Добрый, друзья. Значит, продолжаем ваше служение. Хай Бог благословит. Кто может участвовать, сестра Вера появилась, рады бачить. Так, прошу, сестра Вера, уже готова еще говорить и спевать? Ну, давайте, давайте. Опередили брата Эрота, хорошо. Добрый. Хай Бог благословит. Прошу. Глубже всех морей и океанов не объявлят. На вечно велика выше всех злотых светел небесных беспредельная любовь Христа. Он намыл грехи мои, дал ризы снежные белизны. Дар святого Духа даровал и чадом Божиим назвал. Мрачный небес, просветный и ужасный были. Годы в страшной тьме греха гибнут 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 изранен и несчастный но Иисус нашел и спас меня. Он намыл грехи мои дал ризы снежной белизны. Дар святого Духа даровал и чадом Божиим назвал. Счастлив я Христовой благодатью я спасен от смерти и суда. Сердцем грех теперь не овладеет в нем обитель Господа Христа. Он намыл грехи мои дал ризы снежной белизны. Дар святого Духа даровал и чадом Божиим назвал. Слава Господу! Да, слава Богу! И так я читаю стих потом сам. Ты зовешь меня снова к себе, когда трудно идти по дороге, когда силу уже больше нет, утомилась в пути мои ноги, когда мысль в мою голову пришла, что такого, как я, и не полюбишь. Вот вновь молитве слышу слова, я тебя никогда не забуду, Боже мой, неужели ко мне? Ты сейчас говоришь это слово, когда бросил свесло из рук, мою лодку качает по морю, когда сердце устало уже, и глаза мои выход не вижу, тогда слышу в ночной тишине, ты пройдешь и тебе я утешу. Неужели ко мне говоришь, неужели меня ты прощаешь, когда я устаю на пути, Боже мой, ты меня понимаешь, поднимая на небо глаза, хоть молитва моя просто шепот, но вновь слышу, мою ты дитя, помогу я тебе даже в этом оглянуться вокруг и смотрю, сколько ныне устали и сражений, Боже мой, я за таких тебя прошу, дай им силы, надежды и веры, поднимая свой зор и облака, ощущая как близкого спасителя, неужели услышал меня, неужели и мне ты отвечаешь, неужели ко мне говоришь, о мой Бог, ты просто прости за ошибки, намучи, как же нужно мне жить, чтоб тебя я в славе увидел, не печалься, мой брат дорогой, не грусти ты, сестренка родная, говори, что я забыл тебе Бог, молитвы твоей не внимает, говоришь, он оставил меня, свои руки в борьбе опускаешь, посмотри же сейчас в облака, его взгляд за тобой наблюдает, ты устала сражаться в пути, говоришь, не могу, я упала, его голос тебе, говори, не печалься, не зря ты сражался, разве кто-то упал, не станет, или кто ушел и не вернулся, почему же сейчас в сердце грусть, и не можешь уже улыбнуться, разве я не вижу тех слез, разве я не узнаю, что ранит, у меня для тебя есть вопрос, и к тебе нежно так обращаюсь, дочь моя, сын мой, ты любишь меня, больше те, кто тебя окружает, за тебя умирал, я любя, на Голгофе грехом все прощая, я ведь вижу, что думаешь ты, и я знаю, о чем размышляешь, говоришь, я люблю, но порой очень мало тебе доверяю, не страшись, что вокруг ураган, поднимаются волны большие, прихожу и умолкнуть о них, если скажешь войти на вершину, а ты любишь меня больше всех, вижу голос, голос свою опустила, твоя искренность недорога, и таким подаю свою милость, не всегда будет трудно идти, не всегда будут слезы и боли, я на руки возьму, когда ты упадешь от тяжелого боя, а сегодня опять говорю, осмотрел твое ныне я сердце, и как врач я балзам положил, чтобы раны болели полегче. как источнику олень, так душа моя жаждет, лишь тебе, святой Боже, все лететь и лететь, лишь тебе, мой дивный, слезы поднимаю я очи, поднимаю хоть слеза в них блестит, лишь тобой укрепляюсь, средь земных страстов мани, только ты утешенье, избавление от слез, Лишь тебе, мой дивный, среди дня, среди ночи, поднимаю я очи, хоть слеза в них блестит, ты царишь над мирами, над землей, над морями, ты мой царь и спаситель, мой Господь, мой Христос, лишь тебе, мой дивный, среди дня, среди ночи, поднимаю я очи, хоть слеза в них блестит, и к тебе, богу жизни, словно клеили пчелка, и как оль потоку, я стремлюсь сей душой, лишь тебе, мой дивный, среди дня, среди ночи, поднимаю я очи, хоть слеза мне блестит, как он говорит на воде, так говорит тебе, мой Паттер, это стремь, Сей ле мэй, чон клеен 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда серьезные проблемы со здоровьем И что-то в самочувствии не так Плохие мысли от себя мы гоним Нам страшно слышать слово рак И на земле, увы, не вечны люди У нас пока стоит земная тверь А страха все внутри сжиматься будет Так неприятно слово смерть Но слово есть одно, мне стало ясно Как рассуждала о спасении я Звучит не страшно слово то Напрасно, а по-простому означает зря Когда звучало пробоведь напрасно Напрасно в сердце Иисус стучал Знай, будет вечность для тебя ужасна Ты потерял начало всех начал Не бойся слов, а бойся лишь греха И в жизни свет спасителя яви Понял, что важное, что чепуха Напрасно жизнь свою не проживи Один брат, которому Бог поручил Выпуск христианской газеты Раздавал эту газету в ровно на базаре И там одна женщина стала спрашивать Кто вы такие, что за газета Брат говорит, мы христиане Это христианская газета Женщина говорит, мы вроде тоже христиане А в чем между нами разница Брат говорит, вы вроде христиане А мы христиане Не понимаю, как это Ну вы вроде христиане А мы настоящие Как важно в этой жизни Несмотря ни на какие обстоятельства Всегда оставаться настоящими христианами Не идти ни на какие компромиссы с грехом Может быть нам это невыгодно Может мы что-то теряем при этом Но всегда оставаться настоящими христианами Настоящими сынами и дочками Христа На самом деле это непросто Трудно быть нам настоящими христианином Но это прекрасно и очень важно Когда на перепутье ты выбирал дорогу Не думал, что она будет ответственна и трудна Как трудно настоящим быть для Иисуса сыном Как трудно настоящей быть дочерью для Христа Как трудно настоящим быть для Иисуса сыном Как трудно настоящей быть дочерью для Христа Ты только честно можешь Жить в этом мире лживым Жить в этом мире лживом Чтоб на закате жизни Как трудно настоящими христианином Как трудно настоящим быть для Иисуса сыном Не просто настоящей быть дочерью для Христа Хоть мир в грехах утопает Ты должен жить чисто и свято К небесным стремиться далям И знать им дорога одна Как трудно настоящей быть дочерью для Христа Как трудно настоящим быть для Иисуса сыном Как трудно настоящей быть дочерью для Христа Мы свет пути далеком, для всех всегда и всюду, свет Божьего спасения, там где царит темнота, прекрасно настоящим быть для Иисуса Сыном, прекрасно настоящей быть дочерью для Христа. Ты в выбранной дороге всегда с упорством следуй, хотя порой увидишь, как она непроста, как трудно настоящим быть для Иисуса Сыном, как трудно настоящей быть дочерью для Христа. Как важно настоящим быть для Иисуса Сыном, как важно настоящей быть дочерью для Христа. Слава Господу! Слава Господу! Пожалуйста, кто еще? Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Бог вас защитит! Слава Господу! 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 Я верую в Бога, знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истинный войско ведет сатана, духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, ною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господа! Слава Господу! Слава Господу! И присмах характерный есть у нее. Кулинарии очень ценность, без нее стравы совсем не вкусные. Силь додает вкусу и сохраняет продукты от псевдона долгое время. Также властивость лечебную мае, вводит бруд и плями в одночасье. Силь – необхідна речь, але багато її не можна людям споживать, бо для здоровья шкоду може дати, тож міру її в житті потрібно знать. Буває й так, що силу сіль втрачає, звітріє, де і смак хороший, де і смак хороший зник. Тоді від неї користі немає, лише викинути з хати на смітник. Ви – сіль землі. Христос невипадково так на горі казав до всіх людей. Бо це живе і актуальне слово стосується і тепер його дітей. Ми – християни, в світі зла і бруду, нам всі любути сам Господь велів. Тому від нас хай добрий присмак буде в усіх, із ким живемо на землі. Нехай ласкавим буде наше слово, приправлене в розмовах сіллю скрізь, Щоб доброту і полум'я любові крізь все життя ти своїм ближнім ніс. Якщо ми сіль, то світ від розкладання тут маємо берегти від зіпсуття. До смерті це призводить до страждання, калічить на нівець людське життя. Правдиві християни, як приправа, що від гниття рятує все, світ весь. Добро тут хоче знищити лукавий, згубити людство, в нього інтерес. Якщо ми сіль, то й лікувальну дію виконувати треба у житті. Підтримати когось, вселить надію, поговорити з кимось про статті. Єлеєм хворі душі намастити, щоб до нового ожили життя. Піднять недужих і життям побитих, їм проявити ласку і співчуття. Такою сілью ти готовий стати. Якщо Христовий дух живе в тобі, то він тебе навчить так поступати, щоб користь всім приністи і собі. Ми сіль землі. Не дай нам Бог звітріти і втратити той неповторний смак. Дай бути прикладом для всього світу і світити у пітьмі яскраво так. Ти поможи нам цінність не втрачати і мир сердечний в серці берегти, щоб дійсно твою сілью в світі стати і в твоє царство ближніх привести. Слава Богу! Да, слава Богу! Пожалуйста, хто ще? Ну хто? Алина или Людмила? Слава Богу! Слава Богу! Вірш. Цінуймо час. У нас спокій. Слава Богу! 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 Зараз мы переходим в Сакраменто, сестра вера зараз рассказывает гроша, и меня отпустит с миром до дому. Так, прошу субь. Привет, братья и сестры! Меня что-то экран выключился, никого не вижу. Ну, это не первый раз. Ничего страшного. Так, мы вас бачим. Пальцем трогайте. Косните, конечно, мы вас бачим. А что вы думали? Давайте, давайте. А что у меня черное? У меня черный экран полностью. Ну. Ладно. Давайте. Хорошо, прочитаю стихотворение. Святое родство. Славлю святое родство, данное нам во Христе. Сердцем счастливым его чувствую в братской среде. Слышу я, братьев, привет. Искренней, полной любви. Славлю я новый завет, данный в Христовой крови. Вижу я лица сестер. Вид от них добротой. Как нам отраден простор Дружбы высокой, святой. Вот как большая родня Зал заполняют друзья. Сердце влечет к ним меня. Здравствуй, Христова семья. Как не тепло среди них. Принят я в братство Христа. Братьев по духу родных. Видеть хотел бы всегда. Славлю святое родство, данное мне во Христе. Славлю Христа, кто его нам приобрел на кресте. Слава Богу. Да, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, что Господь дал. Можливости. Так, друзья, добрый. Продолжаем. Брат этот, я уже буду въезжать. Так что, закинчите собрание. Потом уже, как говорится, когда придет. Какие говорят она? В поле. Так, добрый. Продолжаем, друзья. Ну, пожалуйста, дальше говорите. Сестра Людмила. Ваш выход. Хочу побыть с тобою просто рядом. Почувствовать, что близко ты со мной. Почувствовать, как ты небесным взглядом. Мне нервно в сердце шлешь свою любовь. Не рассказать тебе все свои нужды. Их столько в каждодневной суете. Не просто, чтоб побыл ты рядом нужно. Чтоб, как к отцу, прижаться мне к тебе. Чтоб сердце лишь с тобою говорило. Чтоб ты о небе дивном рассказал. Чтоб тихая, невидимая милость Слезами вдруг наполнила глаза. Я тихо помолчу с тобою рядом. Ты знаешь, что сокрыто в глубине. Отцовским, нежным, любящим взглядом. Ты прикоснешься к сердцу в тишине. Я, как дитя, тихонько успокоюсь В руках отцовских от житейских бед. Как хорошо в тиши побыть с тобою. Так в простоте, чтоб сердце лишь согреть. Согреть замерзшие от каждодневной дюги. От суеты, забот всех и проблем. Нет на земле всей драгоценнее друга. Кто был бы так внимателен ко мне. Ко всем живущим на большой планете. Для каждого есть милость у тебя. Перед тобой мы маленькие дети. И нас ведешь по жизни, ты любя. Хочу побыть наедине с тобою. Чтоб ты и я, и больше никого. С доверным детским. Как хатцу с любовью. Подукну вам я Бога своего. Хочу, Господи, я бути річно твоим. Хочу свято усі дни прожити свої. Хочу я кожний день і нічної пори. Твоё имя хвали, про тебе говори. Дай тобі пробовать и тебе прославлять. День і ніч, день і ніч. Дай тобі пробовать и тебе прославлять. День і ніч, день і ніч. Хочу я, щоб в житті моє серце всі дни прославляло тебе кожним пульсом своїм. Хочу я, щоб усі чули вдячність мою за любовь до мене і за ласку твою. Дай тобі пробовать и тебе прославлять. День і ніч, день і ніч. Дай тобі пробовать и тебе прославлять. День і ніч, день і ніч. Хочу я, щоб волоски страждання твої, завжди бачили очі духовні мої. Хочу я, щоб тобою я дихав і тобою я жив. Хочу я, щоб тобою Ісусе над усе дорожив. Дай тобі пробовать и тебе прославлять. День і ніч, день і ніч, дай тобі пробовать і тебе прославлять. День і ніч, день і ніч. Слава Богу. Слава Господу, слава Богу. Пожалуйста, хто йшов. Сестра Оля, вірш. Пожалуйста. Сам не знаю, чому в цьому білому світі мене смерть обминала, наче жив і не жив. І Господь милосердний на небесній тримбіті мене кликав до себе, але я не спішив. Наче вівця блукав серед урвиш глибоких, міг упасти і розбитись, та було не втямки. Що й на рівному місті, у долинах широких, чатувала погибель, лютували вовки. У зеленім гаю все здавалося з дужу, почував себе туром серед кленових віт. Нищив трави шовкові, веселив свою душу, на діла недостойні марнував життяцвіт. Наступив час прозрінь, зникли сни розмаїті і побачив провалля над яким я ледь стою. Та пастух милосердний на небесній тримбіті мене ще раз покликав у отару свою. Лише тоді я збагнув, чому в білому світі мене смерть обминала. І для чого я жив? Щоб прославити того, хто на Божій тримбіті мене кликав до себе, щоб я не грішив. Тож не гаймо часу, годі в закутку скніти, доки в серці життя каганець не погас. Поспішаймо на голос ратівної тримбіти, яка може заграла нам останній вже раз. Амінь. Амінь. Мир вам, братья і сістрі. Я всіх приветствую іменем Ісуса Христа. Господь да благословить нас, підтримуючи. Слід ще включу, щоб лучше було. Ох, великая милость Господа. Вы знаете, в предыдущій, в которой была вот эта конференция, и, знаете, там говорили нужды, пред Бога говорили нужды. Господь дал мне так на сердце такой план сказать. Очень интересно. Это было в моей жизни. Это было, сколько? Тридцать, да. Тридцать лет назад было. Вы знаете, что я был больной, в инвалидной коляске был. И врачи отказались. Там надо было операцию внутри делать. Где-то внутри, в позвоночниках, где-то там. В общем, сказали, что мы тебе ничем не можем помочь. Вы знаете, я взял пост. Я пришел домой, взял пост. Почему я хочу именно это сказать для многих? Что многие поняли, вразумели. Многие говорят, ой, не надо пост. Зачем пост? Ну, если мы читаем Иакова, пятая глава, там написано, что призвать пресвятеров, чтобы помазали Илеем во имя Господне. Если там были соделаны грехи, беззакония, да, то Господь простит. Да. Да, когда люди, вы знаете, когда мы совершаем вот эти молитвы пред Бога, и люди исповедуются сначала. Потому что бывает молиться, молиться, и Господь не отвечает. А там бывает такой, знаете, закоренелый грех, который что, враг, ну как, не отпускает эту душу. И вот у меня было, может, то или не то было, но перед этим, когда я взял пост и молился перед этим, вы знаете, что Господь сделал? Господь меня провел и вел с самого детства. Я исповедовался дома, да, лежа дома. Никому, я никого не звал тогда, и молился Господу, только говорил, Господи, прости, прости. Просто Господь мне предъявлял то, что я делал в жизни. И вот когда это двое суток так было, да, двое суток, может там интервал только был где-то по два часа. Я благодарю Господа, знаете, и когда я взял пост, я взял на трое суток пост, а через двое суток Господь ответил мне и сказал, что без рук человеческих я все совершу и укажу тебе, что тебе делать. И все. На этом, как говорится, было закончено. И после я еще пролежал два с половиной месяца. Конечно, молился. Я не мог ни ходить, ни лежать. В общем, была такая проблема. Можно сказать, был один ужас. И знаете, если по-человечески, по-нашему, как мы говорим, то из глаз искры летели. Аж бело в глазах было. От такой боли. Там дали таблетки такие наркотические, чтобы боль меньше была. Но оно только помогало, я не знаю, на два часа и все. Но, слава Богу, благодарение Господу. Вот я лежу. Лежу уже два с половиной месяца. И Господь приводит меня на память, что Господь мне сказал, что Господь совершит. И что мне делать? И я послал сразу Господу и говорю, Господи, что мне делать? И слово вот это, которое написано в Якова в пятой главе, было так, что Господь сказал, что я призвал пресвятеров, чтобы помазали Илеем во имя Господне и Господь исцелит. Я хочу сказать, я обратился в одну церковь, в другую церковь. Потом обратился в польско-украинскую церковь. Это в Монтреале 50-ницкая церковь была. И сказал им, я говорю, вы это делаете или нет? Потому что те, которые в церковь я обращал, они сказали, мы не делаем это. Помазание Илеем во имя Господне. А эти 50-ники, братья польско-украинской церкви, сказали, мы не практикуем, но делаем. Вот такое слово было. Церковь взяла пост. Я просто последовательно говорю, чтобы для многих, чтобы многие его разумели, как вот Господь ведет и действительно по Писанию, как написано. Я обратился к той церкви. Церковь взяла пост. И молились, назначили день. И братья приехали ко мне. Я в инвалидной коляске был. Я жил на третьем этаже. Это был апартмент. Ну, это такой жилой дом был. На съем. И знаете, что случилось? Они, когда мы побеседовали целый час, они меня так утверждали, утверждали. Вере, вере. Ну, слава Богу. Потом они, когда помолились, особо такого ничего не произошло. Только было, что когда они молились, у меня правая нога, если или левая, или правая, не помню уже. Потому что она уже была как мертвая была. Мне жена эту ногу растирала, потому что... Ну, мертвая нога была. Вы знаете, она вот так вот туда-сюда, туда-сюда, прыгает на инвалидной коляске. А я так вот держу ее. Эту ногу, что мне стыдно перед братьями. Потому что был один пастор и три дьякона, когда молились за меня дома. И такого особо больше не произошло. И после случилось то, что... Когда они ушли, и через три часа мне как начало, вот так вот внутри все, вот такое круговое движение пошло. И я по нужде пошел в туалет, и с меня как хлынуло. Вот смола, настоящая смола, которая была у меня внутри, это не чистота такая, настоящая смола. Да, ну, конечно, врачи что они могли сделать? Это надо было или кишечник, или там животное было. Все выкидывать и новое ставить. Я что хочу сказать, и Господь хочет нам напомнить то, именно то. Вот это последовательность которой. Мы, бывает так, вы знаете, проскакиваем. Мы не просим Господа. Мы как-то сразу начинаем, вы знаете, как-то брать креста, и как бы требовать вот так вот трясти Христа. А мы должны в смирении, когда мы приходим пред Господа, смиряемся, умоляемся пред Господа, как уничижаем себя, все представляем Господу, и спрашиваем у Господа, Господи, что мне делать? Что мне делать? Вот безвыходно положим все, я уже умираю. Что нет, врачи никакой, так же и мне, и тоже многим людям, никакой гарантии не дают врачи. А вот, а вот. А так мне так же и сказали, мы можем сделать операцию, а ты будешь парализованный. Так и сказали. То знаете, когда мы приходим к Господу, к Господу приходим и просим у Него, чтобы Господь порекомендовал или направил, управил, что нам делать. Потому что бывает наше, как наше я, мы бывает часто, наше вот наше я, как мы, наше мировоззрение, мы часто видим себя, что мы хорошие, что мы вот такие вот праведные мы пред Богом. Но когда Господь к нам приходит, то вы знаете, столько, столько всего внутри, Господь да помилует, и Господь да сохранит и очистит, то лучше молчать, ничего не говорить, никого там не учить, никому там не доказывать, никого не судить, не осуждать. Вот ничего не делать, только окунуться в себя, внутрь себя и посмотреть, что у нас внутри делается. Потому что все предосторожности, которые написаны в Писании, мы их должны исполнять. Вы знаете, вот мы водители, да, и вот мы когда едем по дороге, и эта дорога, там знаки стоят, крутой поворот или крутой спуск, или там еще какие-то знаки стоят предупреждающие, там или олени на дороге предупреждающие, а если мы не будем на эти знаки обращать внимание, как мы там притопили сто километров в час, и не сбавляем. Крутой поворот, а мы не съемся, то где мы будем? Вот так духовно Господь нам также говорит, братья и сестры, и все слушающие, что мы должны быть очень внимательны к духовному, что у нас происходит. Мы должны просить и Господа, чтобы Господь нам дал премудрость и разум, рассудительность, чтобы мы правильно или чисто видели путь, по которому мы идем. А то бывает, что иной раз мы идем по этому пути, а мы совсем заходим в другую сторону. Но когда премудрость Божия, Дух Святой нас учит и указывает, и предостерегает нас, и указывает, что нам делать, чтобы ошибки не было. Да. Вы знаете, вот я хочу сказать, что вы знали, вот с глазами у меня, и мне там врачи посоветовали, мне там операцию делали на глазах, кололи от глаза, а мне хуже стало, плохо стало, я сейчас не могу читать, да, не могу читать. И вот я молился недавно Господа, Господь мне сказал, вот такое слово было, что я не посоветовался с Господом, не посоветовался. Вы понимаете, вот бывает, что мы не советуемся, вот… А врачи, знаете, им надо эти, знаете, пеньянцы, деньги им надо, чтобы побольше было эти операции, которые делают, то Господь говорит, когда Господь исцеляет, когда Господь врачует, и мы должны верить Господу, да, эти ошибки, которые мы делаем в жизни, Господь поможет, чтобы очиститься, попросить у Господа прощения за наши ошибки, потому что за наши ошибки и наши могут дети страдать, наши внуки могут страдать. Я не говорю, что это проклятие или что-нибудь, но враг имеет доступ. Господь заблагословит и поможет нам во всём, чтобы истинно, правильно мы ходили. И совет всегда сдержали с неба. Всегда. Не спешили, чтобы там есть врачи, или кто-то что-то говорит, а мы должны получить от Господа ответ. Получить. Именно когда Господь укажет, что нам делать, как посмотреть. А может завтра мне хочет Господь для кого-то, хочет исцелить. А я взял и перепрыгнул это. Да. То мы должны быть очень внимательны, очень внимательны в волосу Божьему. И когда мы в смирение, умоление приходим пред Господа, Господь начинает нам говорить. Господь да благословит нас и поддержит, и укрепит, и соделает, что мы были верны Господу, полагающий на Него. Ибо Он есть наш Целитель, как и духовно, так и телесно, тело наше. Потому что мы храм Бога-Живого, и Господь хочет, чтобы этот храм, наше тело было здоровое. Господь да поможет нам всем очиститься, осветиться и во всем познавать. И познать волю Божию, чтобы была воля Божия, чтобы была наша жизнь. С миром Божиим и Божьим благословением каждому. Аминь. Да и аминь. Слава Богу. Пожалуйста, кто еще? Сестра веров. Пожалуйста. О, Боже, слово не пропустяй, не закрывая света глаз, и сердце не ожесточай, о, мой спасен, прийти сейчас. Не может мир нас наградить, в нем нет отрат, Он и я для нас. Начни по-христиански жить, О, мой спасен, прийти сейчас. И не завтра может не блеснуть, И солнце не ответит нас. И теперь пора, о, мудрым, будь, О, мой спасен, прийти сейчас. Господь не хочет, кто с ним вступил вообще не раз. Он хочет, кто с ним вступил вообще не раз. Светит нас. И теперь пора, о, мудрым, будь, О, мой спасен, прийти сейчас. Слава Господу. Да, слава Господу. Сестра Таня Шур, пожалуйста. Мене чекає небесне місто, Не мов перлина, в долонях хмар, Там вічне сонце у небі чистім, Там вже не буде ні сліз, ні чвар. Полощуть віти в криштальних водах Життя дерева без весен і зим, Там все довкілля краса і згода. Не мов там, нема там місця жорстоким і злим, Мене зустрінуть перлинні брами, Смарагд і яспис, сапфір і топаз, Там не потрібні величні храми, Там не потрібно лічити час. Та ці багатства слабка подоба, Весь близь каміння тріумф вінця Супроти того, що має небо, Найбільшу цінність – любов отця. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Пожалуйста, Людмила Шуман! Петра Людмила Шуман! Та я ще зачитаю стихи, Жена споє. Що ж там не сможет, У неё, она заболела, За неё молитесь, вірус у неё, І горло болит, і кашель сильний, І температура. Ну, хороше, сестра, ми не знали, Я в групі, я думаю, що вона буде спеть. Её вірус, она, ну, вірус какой-то. Я ще буду молитись, Я зачитаю стих. Земля скорбить от боли, Вся в дыму. Повсюди войны, скорби і печалі, Природа поглядилась вся во тьму, І люди на земле вже устали. Устали видеть нищету і кров, Осилия, грабёжи, Потери близких, Усталость лишить грубо, Снов і мнов, А перед злом склоняється Ось дуже низко, І люди іщуть, іщуть, Але не там. Вони приходять к бабкам, Гадалкам, Приходять к экстрасенсам, Колдунам, І остається в положенном, Жалким. Ответу нет, Да і не може бути. Вінде нет света, Там і нет покоя, І знову скорби, І як далі жити? В судьбі людей Опять так багато горя. І хто поможе? Хто нам дасть відповідь? На все вопросы і проблеми мира, Куде пойти і де найти совет, Чтоб життя нам снова счастье подарило? І Ісус відповідь на кожен наш вопрос. Ісус, Он поможеш мир, Любовь і сила. Він сделав все, Спасення нам принес, Чтоб сонце правду мир Нас озарило. Він умом на кресі за грех людей. І Він воскрес, Став нашим оправданням, К нему лише поспеши, Мой друг, Скорей. Приди к нему Тебя і тьму і пустоті, І життя твій усь, Любовь восстановить, Він даст душе покой і чистоту, Дашь щастя, Мир, Любовь і утішення, А ти прийди, Приди лише ко Христу, По всіх делах Увидиш змінення, І Ісус відповідь на кожен наш вопрос. Ісус відповідь на кожені, Мир, Любовь і сила, Повір, Що він спасіння нам принес, Чтоб сонце правду Мир наш озарило. Амінь. Мой Господь в этот час, Я склоняюсь в мольбі, І все нужды мої Приношу я Тебе, В житті бурі тревог, Ти укроеш мене, Путь, Він знаєш, Мой Бог, Он не скрыт от Тебя. О, Господь дорогой, Ти мій щит і скала, Будь же рядом со мною, Ти опора моя, Не страшна мне с Тобой, Даже смертна я тень, Обрету я покой В небе в солнечний день. Знаю слезы мои, Ты с любовью отреш, Все ошибки пути Ты простишь і поймеш. О, Господь дорогой, Свою церковь возьмеш, От скорби і от зла. О, Господь дорогой, Ти мій щит і скала, Будь же рядом со мною, Ти опора моя. О, Господь дорогой, Ти мій щит і скала, Будь же рядом со мною, Ти опора моя. Пожалуйста, Кто еще желает Прославить Господа, Пожалуйста. Время идет. Есть желаешь? Уже нету? Ну, хорошо. Тогда, Если нет, Тож ответ. Тогда будем заканчивать Наше сегодняшнее служение. Я еще скажу Паранецкую слово. И будем молиться За нужды. За сестру Людмилу Шуману Будем молиться, Чтобы Бог помог ей И селял, Дал ей силу После этого То, что она проходит. Еще раз Благодарю Господу, Что действительно Господь К нам еще милостив И долго терпит нам Сегодня Было много сказано, Знаете, Особенно Было причитано Стих такой Это Сестра Мария Почитала Стих Действительно Как Можно сказать Уже вся эта проповедь Для нас Для нас Каждого Потому что Написанное Слово Божие Никто не знает Ни дня Ни часа И когда она будет И мы не знаем Доживем мы До завтра Или до следующей недели Вторник Мы тоже не знаем Один Господь знает И Он знает Завтрашний день Какой день Давтра Настанет для нас Пусть Бог Поможет нам Каждому И сегодня Сегодня дал нам Это Господь Нам тоже Это возможность Быть сегодня здесь И сегодня Господь Услышал Наши Прославления Эти стихи Псалмы Слово Божие Свидетельство Это мы все Для Нашей Плоды Можно сказать Что мы Готовимся Тоже К вечерности И хотим Мы тоже Принести К нам Плоды Сегодня Брат Тоже Много напоминался Но И сегодня Он тоже Много Говорил Действительно Если задуматься Так То Действительно Она так Есть Потому что Апостол Павел Он тоже Говорит Такие слова Здесь Это Евреям Третья глава Двенадцатый Стих И ниже Смотрите Братья Чтобы не было В ком Из вас Сердце Лукавого Лукавого И неверного Дабы Вам Не Отступить От Бога Живого Но Наставляйте Друг Друг Каждый День Доколе Можно Говорить Ныне Чтобы Кто Из вас Не Озасочился Оболщившим Грехом Ибо Мы Сделаемся Причастником Христу Если Только Начатую Жизнь Твердо Сохраним До Конца Здесь Несколько Стихов Из Слово Божие Напоминает Смотрите Апостол Павел Нам Говорит Смотрите Он Каждому Из нас Говорит Он Говорит Здесь Братьям Ну Конечно И Сестрам И Сестрам И Говорит Это Слово Чтобы И Сестры Как Он Говорит Чтобы Не Было Ихом Из Вас Сердце Лукаво Неверно Дабы Вам Не Отступить От Бога Живо Потому Что Действительно Сейчас Такое Время Пришло На Эту Землю Знаете Я Одного Брата Что Не Слушал Он Действительно Он Говорит Правду Потому Что Сейчас Такое Время Нам Надо Действительно Стоять На Страх Сердцах Наших И Стоять И Молиться В Говорит Господи Может Ты Скажешь Кто Этот Человек Как Сегодня Брат Сонога Тоже Говорил Узнать По Плодам Конечно Мы Здесь Из Разных Стран Мы Только Видимся Когда Мы Прославляем Господа Или Начало Служения Или Конец Мы Включаем Наше Видео И Мы Друг Друг Видим Конечно И Не Все Включают Но Мы Не Знаем Что В каждом Сердце Есть Потому Что Мы Видим Вроде Все Такие Одеты Красивые Чистые Вот Как Положено Знаете Я Всегда Вспоминаю И говорю Действительно Как Христос Он Это Тоже Видел И Фарисеям Книжникам Он Тоже Еще Видел Их Внешность Он Видел Ну Что Он Сказал Им Снаружи Вы Хорошие Чистые Видно Что Вы Хорошие Люди А Внутри Что У вас Делается Вы Как Грыбы Окрашенные Действительно Он Говорит Апостол Павел Чтобы Нам Здесь Не Наша Сер Лукава Неверна Чтобы Нам Действительно Мои Дорогие Говорить Людям Правду Нелесимелись Потому Чтобы Мы Не Забыли Что Однажды Как Сегодня Сказано Мы Будем Давать Отсет Что Ты Я Что Ты И Я Делал На земле Хорошее Или Плохое Мы Предстанем Все Перед Богом Знаете Людям Уже Конечно Уже Надоело Это Слушание Это Проповеди Это Все Говорит Слово Так Вот Пусть Проповедник Ничего Не Проповедует А только Прочитает Слово Божие Она Стоит Слово Божие Мы Разойдемся Сейчас Придем Домой Мы Дома Конечно Дома Сидим Или В церкви Мы Приходим Домой Открываем Те же Местописания Снова Стоит А нам Ничего Не Поменялось Эти Слова Все Стоят Они Стоят Для нас Для Каждого Из И Он Говорит Чтобы Мы И Братья И Сестры Чтобы Не Был В Ком Из В Сердце Лукаво Лукавство Это Грех Сильный Грех Написано Слово Божие Апостол Павел Касов Коринфа Напоминает Кто Зайдет Царство Божие А кто Нет Там Тоже Написано Пьяницы Обманщики Идолослужители Лукавство Там Дали Идали Царство Божие Не Наследуют А Сейчас Мы Дети Божьих Христиане Даже Иногда Выпиваем Вино Или Водку Это Для Аппетита Это Для Там То Вот Написано А Тимофей Сказал Вот Немного Вина Можно Выпить Ради Желудка Дальше Сок Говорит Слово Божие Потому Что Знаете Действительно Я слушал Одного Проповедь Я Может Говорил Что Один Брат Сказал Ему Открыто Было Что Даже 50 Грамм Вина Или Водки Выпьешь Ты Уже Пьяница Потому Что Действительно Одна Сестра В Германии Мне Тоже Раньше Звонила И Сказала Брат Я не Могу Уже Чтобы Не Воровать И Вот Ты Христианка Да Я Верю Что Я Пьяниця Я Духом Святым Я Заключила С Богом Заветом Я Говорю Остановись Просила Бога Прощения А Я Не Могу Я Рабочую Руковицу Могу Украсть Видите Написано Слово Божие Чтобы Мы Не Воровали Чтобы Мы Это Самое Не Пьяницем Занимались Не Лукавили Не Обманули Людей А Говорили Истину Христос Когда Был На земле Он Не Лукав Он Не Обман Никого Он Говорил Истину И Эта Истина Исполняется Когда Как Христос Говорил Здесь Когда Он Был На земле Он Это Все Истину Сказал Она Исполняется И Сегодня Тоже Брат Я Слушал Он Говорит Особенно Сейчас Остерегайтесь Уже Пророков Которые Приходят И Обманывают Народ Много Не Исполняется Потому Что Они Говорят Вот Там Будет Война Там Будет Там То Особенно Он Говорит На Америку Говорит Америка Развратная Германия Развратная Вот Этот Брат Говорит Один Проповедник Пророк Как Пророчество Бог Никогда Не Говорит Что В Америке Будет То На Украине Будет То Он Зывает Народ Мой Дети Мои Они Говорят Там На Украине Он Говорит Там Есть Слово Божие Когда мы Читаем Нигде Не Написано Что Бог Христос Сказал На Украине Будет Германии Будет Он Сказал Народ Мой Пусть Бог Поможет Чтобы Нам Действительно Различать Какие Духи У Людей Они Вроде Все Крещены Духом Святым Все Проповедуют Но Нам Надо Остерегаться И Я Очень Прошу Не Увлекайтесь Интернетом Которые Проповедники Пророки Не Выставляйте В группах Потому Что Это Все Обман И Лож Потому Что Бог Сам Будет Открывать Человеку Потому Что На Полной Везде Везде Стоит Остерегайтесь Будьте На Страж Бодрошек Молитесь Потому Что Враг Хочет Разбить Народ Божий И Мы Видим Так Что Уже Церкви Опустеют Люди Не Хотят Идти На Служение Не Хотят Ничего Не Делать Не Трудиться На Нивы Божьей А мы Забываем Что Мы Однажды Станем Божьем Открывать Будет Книгу Мою Жизни И Твою Книгу Жизни И Он Будет Говорить И Судить Нас По Книге Жизни Что Я И Ты Делал На Земле Хорошее Или Плохое Если Также Мы Читаем Слово Божье Нам Говорит Апостол Тимофей Тоже Апостол Павел Говорит Это Шестая Глава Третий Стих Кто Учит Иному И Не Следует Зрайвым Словом Господа Нашего Иисуса Христа И Учения И Благочестия Тот Горд Ничего Не Знает Но Заражен Страстью Со Стязанием Словоприима От Которой Происходит Зависть Распу Злоречие И Лукавые Подозрения Пустые Споры Между Людьми Поврежденные Ума Сужими И С Благочестием Сужат Для Прибытия Удаляются Такие От Таких Великое Приобретение Быть Благочестим И Довольно Им Мы Ибо Мы Ничего Не Принесли Мир Явно Что Ничего Не Можем Вынести Него Имеем Пропитание И одежду Будем Довольны Смотрите Здесь нам Очень Ясно Слово Говорит Кто Учит И Новому И Не Следует Здравым Словом Иисуса Крича Тот Год Ничего Не Знает Но Заряжен Страстью Все Созданием Созданием Словопремия От Который Происходит Зависть Рах Злодие Злоречие Лукавные Подозрения Пустые Споры Между Людьми Поврежденные Ума Чуждыми Истины Которые Думают Будто Благочестие Служит Для Прибитка Удаляется От таких И Седьмой Сих Говорит Ибо Мы Ничего Не Принесли Мир Я Ничего Не Можем Вынести Имеем Пропитание Одежды Будем Довольны Действительно Седьмой Сих Это Касает Для Каждый Из Нас Мы Ничего Не Принесли Мир И Ничего Не Можем Вынести Мира Только То Что Мы Можем Вынести Наше То Что Я И Ты Жил На Земле И что И ты И я Делал Хорошее Или Плохое Мы Людей Хороним И Мы Видим Он Ничего С собой Не Взял То Что Он Здесь На Земле Приготовил Что Он Здесь Делал Работал Строил А Ничего Он С собой Не Взял Это Дом Не Взял Ни Одежда Ни Мебели Ни Машина Ничего Не Взял Он Взял Только То Что Он Приготовил Себе Хорошее Или Плохое Пусть Бог Поможет Нам Чтобы Действительно Нам Чтобы Быть Действительно Ведом Детьми И Он Говорит Тоже Это Апостол Павел Говорит Тимофею Это Третий Стих Стих Пишу Тебе Надеюсь Скоро Прийти К тебе Потому Что Бог Посылает Своих Евангелистов Своих Пророков Если Мы Читаем Как Мы Сюда Говорим Старый Завет Ветхий Завет Библии Нет Старый Ни Новый И Слово Божье Слово Пророчества Книга Пророчества Это Только Мы Говорим Здесь Нам Бог Очень Страшно Строго Говорит Каждому Из Нас Чтобы Нам Действительно Задуматься Не Только Чтобы Пришли Сегодня Или Там В церковь Посидели И Ушли Смотри Напоминаю Тоже Согрешаю Обличаю Перед Семь Чтобы И Причине Страх Умели Перед Богом И Господом Иисуса Христа Избранным Ангелами Заклинаю Тебе Сохранить Семь Без Без Предупреждения Ничего Не Делая Но При При Странстве При Страстью Здесь Он Тоже Нам Говорит Если 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 Согрешил Мы Должны Что Делать Обличать Говорить С ним Чтобы Какой-то Страх Они Имели Почему Когда Читаем Старый Завет Если Кто-то Согрешал Они Что Сделали Вывели За Город И Побывали Камнями Люди Когда-то Страх Имели Они Думали Вот Может И Мне Так Будет Мне Выведут Из Города Или Села И Побьют Меня Камнями Люди Перестанут Грешить Потому Что Бог Показывает Чтобы Нам Это Не Делать И То Конечно Бог Послал Сына Су Его Если У нас Сейчас Хадатай Иисус Христос Который Он Хадатай Стоит За нас Отцом Су Небесным Он Просит Как Написано Он Пришел Не Только Для Верующих Он Пришел Для Всего Мира Чтобы Спасти Народ Чтобы Народ Имел Эту Вечную Но Мы Иногда Не хотим Это Слышать Иногда Мы Думаем Что Люди Проповедуют Что Люди Говорят И Здесь Тоже Евреям Напоминает Нам Апостол Павел Снову Это Десятая Глава 24 Стихи Ниже Будем Внимательны Друг 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 Поширай Любви Добрыми Делами Не Будем Оставлять Собрание Своё Как Есть У Некоторых Обычных Но Будем Увешивать Друг Друг И Тем Более Чем Более Ус Матрики Приближения Дня Он Ибо Если Мы Получивши Познание Истины Произвольно Грешим То Не Останется Более Жертвы За Грехи Но Всякое Страшное Ожидание Суда И Ярость Огня Готова Пожрать Противников Если Отвергшись Закона Моисея При Двух Или Трех Свидетелях Без Милосердия Наказывать Смерти То Коль Огрешить И Думать По Наказанию Повин Будет Тот Кто Попирает Сыноч Божий И Не Почитает За Святую Кров За Святыню Кров Завета Который Освящен И Духа Благодать Оскорбляет Мы Знаем Тот Кто Сказал У Меня Отчение Я Воздам Говорит Господь И Еще Господь Будет Судить Народ Свой Страшно Пасть Руки Бога Живого Знаете Здесь Какие слова Нам Апостол Павел Напоминает И нам Мы Думаем Это Все Было Для Евреев Как Всегда Сейчас Говорят Много Это Все Для Евреев Было Это То То Не Мои Дорогие Дорогие Друзья Если Мы Познали Христа Если Мы Приняли Водное Крещение Закрутили С Богом Завет Это И нам Касается Каждому Он Говорит И Вся Страст Ожидание Суда И Я Готов Пожрать Противников Здесь 2.30 Первый Стиг Говорит Страшно Пасть Руки Бога Живого Пусть Бог Поможет Нам Каждому Мне И Вам Мы Будем Молиться За нужные Мы Будем Просить Господа Чтобы Бог Помогал Потому что Знаете У каждого Есть Нужда У каждого Есть Потому что Мы Иногда Не хотим Сказать Даже Евреям Напоминает Нам Тоже Последнее Местописание Я скажу И Мы Будем Молиться Это 9 Глава Такие Слова 27 Стих И Как Человеку Положено Однажды Умереть А потом Суд Так И Христос Однажды Принесесть В себя В жертву Чтобы Поднять Грехи Многим Но Во второй Раз Явится Не Для Очищения Греха А Для Ожидающего Воспасения Мои дорогие Братья Сестры И Друзья Уже Бог Не Придет Спасать Или Пошлет Сына А Я Иногда Так Задумываюсь Думаю А Кого Сейчас Бог Пошлет Уже Христа Распяли Нет Его А Люди Делают Беззаконие Грехи А Кого Он Пошлет И Мне Бог Однажды Открыл Прошло Несколько Лет Вот Это Местописание Стих Два стиха Девятого Еврея И Как Человеку Положено Однажды Умереть А потом Суд Так И Христос Однажды Пришли Приняющий Себя В жертву Чтобы Поднять Грехи Многих Но Во второй Расявится Не для Очищения Греха А для Ожидающего Спасения Вот Он Придет Сюда На землю За Свою Невесту Как Жених Когда Кто-то Замуж Женится Жених Ждет Свою Невесту Такую Грязную Нет Он Ждет Чистую Чтоб Платье Все Убранство Было Чистое Так Господь Ждет Свою Невесту Церковь Чтоб Церковь Была Чистая Не Грязная А Чистая Если Если Читаем Откровение Там Очень Ясно Очень Ясно Иоанн Говорит Особенно 22 стих 21 И Там Далее Что Туда Только Входят Чистые Которые Исполняют Слово Божие Которые Исполняют Западе Божие Которые Пройдут Все Испытания Которые Будут На этой Земле А испытания Будут Для каждого Знаете Бог Одному Далет Такое Испытание Другому Такое Испытание Третье Такое Потому что Бог Привирает На всех Потому что Как мы В повторной Говорили Про узкий Путь Есть два Пути Широкий И узкий Кто как Выбирает Или широкий Путь Или узкий Путь Или рай Или ад Знаете Когда я говорю Этим людям Они Ну Не хотят Слышать Но придет Время Я всегда Вспоминаю Про Ноя Когда Ноя Строил Ковчег Люди Смеялись Над ним Шутили С ним Он Сказал Покайтесь Приближается Наводнение Будет Хоть дожди 40 дней 40 ночей Все смеялись Все шутили Но когда Это настало Когда Бог Послал На землю Дожди 40 дней 40 ночей То люди Задумались Начали прибегать Ковчегу И стучать Открой Нам Мы поверим Тебе Мы будем делать То, что ты Говоришь Он сказал Не я Закрыл Двери А Господь А так И написано Слово Божие Когда Хозяин Дома Встанет А это Хозяин Дома Наш Отец Небесный И закрой Свои Двери И мы Будем Стучать И кричать Открой Нам Господь Открой Но Он Скажет Нам Отойди От меня Дело Что Беззаконие Я вас Не знаю Пусть Бог Каждого Поможет Мне и вам Чтобы нам Действительно Иногда Действительно И я Нуждая Сильную Молитву Тоже Прошу Молитесь За меня Потому что И у меня Это болезнь Я Благодарю Господа За эту болезнь Я Тоже У меня Руки Отпускаются Иногда Смотрю Люди Не хотят Приходить Люди Не хотят Служить Не хотят Трудиться На Миве Божьем Мы Тоже Люди Мы Во Плоте Обижаемся Раздражаемся Психуем Ненавидим Нелюбим Но Есть У нас Ходотай Что Отец Небес И я Тоже Нуждаюсь Сильно Очень Сильно Вашу Молитву Поддержки Поддержите Меня В молитве И за Мой дом За Моих Детей За Моих Родных И близких Один Брат Моих Моих Братья Дети Есть Проблемы Небес 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 Там Есть Одна Семья Одна Сестра Которые Есть Девочка Зовут Настя 13 лет И Она Связалась Какими-то Испанцами Связалась С нехорошими Людьми Почему Потому что Иногда Ночью Не приходит Домой Ночевать А я С Украины Куда Куда Идти Где Искать Не знаю И сижу Говорить Молить Плачу Я вас Очень Прошу Вспоминайте В молитве Девочку Настеньку 13 лет Я летом Когда была В Испании Я была В этой церкви И видела Этих Людей Я видела Эту девочку Мы говорили С этой девочкой Но я тогда Еще не знала Что она Убегает Из дома Это сейчас Мама Сказала Про это Будьте Пожалуйста В молитве Вспоминайте Эту Настеньку Я очень Прошу Прошу Как за своего Ребенка Хорошо Будем Молиться За эту Душу За нашу Пусть Бог Разумит Ей тоже Откроет Ей Что Это Не угодно Для Господа Конечно Она еще Тринадцать лет Все Может Будет Пусть Бог Поможет Пожалуйста Твою Что Бог Желает Братья Сестры Такая Есть Тоже Нужда Я не знаю Говорил Или нет Но Моей Жены Брат Виктор Его Звать Его Третий Инсульт И Не так Как За этот Инсульт Молиться За спасение Что Господь Помиловал И спас Виктор Его Звать И Он Сейчас В больнице Находится В Кременце До сих пор Находится Сколько Третий день Кажется Кто Господь Помилует Его Спасет И Только За Нем За Многих За Многих Людей Потому Что Очень Много Людей Сегодня Я Разговаривал Тоже С одной Сестрой Она С Донецка Там Она Жила В Донецке Она Сказала Все Ее Друзья И Все Знакомые Умерли Одни От Инфаркта А Другие От Инсульта Вот Такое Время Сегодня Пришло То Господь Спасет Еще Многих Отходит Спасены Будь молиться За Этот Погибающий Мир Будь молитвом Те уже Это Самый Волюционник Мы Тоже Молились Сейчас Тоже Молиться За Женой Брата Пожалуйста Тримайте Мене Молитвы За Словинец Человека Саша Звать Хай Господь Я Витя Сердия Також За Сергея Человек Коллега По Работе Витя Витя Смония Лежит В лекарне За Здоровья Мого брата Петра Завтра Виїжджає До Сина Хай Господь Благословить Дорогу І хай Лікарі Там Його Слідують Ну І за Мою Сім'ю За Спасіння Сім'ї Дякую Замолити Будемо Молити Благослови То і що Я За кілька Нуж Хочу Сказати Я раніше Просила Того разу У нас є Сестра Галля Така Фільова Богословена Сестра Вона Дуже Багато Служить Для Господа Вона Захворіла Вже Другі Тиждень За Простуда І Помоліться За нею Щоб Бог Їх Вцілив І Сестра Таня Яка Зі мною Волонтерством Займається Знову Викаховки За її здоров'я Моліться Вона Обслідується І Виявляють У неї Ці хвороби У нас Не дуже Добре Почуває Нехай Господь І Засілення І ще З Німеччини Сестра Таня Це вони Біженці Звідси З Рівненщини З Рівного Сім'я Там Четверо Дітей І Вона Написала Мені Що Вона теж захворіла І Ну Температура І Видно Якийсь вірус І Саме менший Назарчик Сім років Захворів Зіночок І саме менший Бо моліться За їхнє здоров'я Нехай Бог дасть Цілення Дякую Боємо моліться Яна В Германі А я не знаю Я не питала У мене багато Знайомих Виїхало Але я щось так Не питаю Де вони саме Я прошу Помоліться За спасіння Моєї сім'ї Щоб покаялись І за мого брата Він хвор І он Онко В нього За його Уздоровлення Якщо Богу Це Доподобить То хай Десь йому Здоров'я І теж За спасіння Дякую вам Я хочу Брати і сестри Подякувати Богу І вам За ваші молитви В мене Щоб було Перелом Плеча Сьогодні Була у лікаря Все зросло Слава Богу Добре Завтра можу Вийти до роботи Приступити Але прошу Ще Болі Сильні болі Щоб Хай Господь Оздоровить І за спасіння Дітей Прошу Помолитись Дякую Віру ми просили Віру і молилися Получилися віру Пожалуйста Олексій Еще є така Нужна Позвонив Брат Януш Якщо ви знаєте Він цивен Він в Германі Він вернувся Под Харков А щас Где там не можна Так біг Под Харковом І він Вопратно Возвращається В Германі І він просив Чтоб Помолитися З нього Чтоб Господь Провел його Чтоб пропустили Його на таможні В Германі Чтоб Господь Устроив його Жизнь І семейну В Германі Я думаю Знаєте Його Януш Я не знаю Я не знаю Я только знаю Як називається Там Євген Закарпаттин Пожалуйста Сестра Оля Прошу помолитися За спасення дітей За мир на Україні В світі Щоб був мир Щоб Бог здоровив мене І За все Подякую Богу За приміщення Для нашої церкви Хай Бог укріпить Брата Сано Слава Богу Дякую Помолитись Пожалуйста За спасення Рожниця І за моє здоров'я І за Людочку Дякую Большое Господу І вам За молитви Я ще забула Сказати За мою валічку За роботи її Десь сьогодні Вона не йшла Об'яву Їздила десь Там в Польщі В садочок Нянюю Ну і сказали Приїгать в понеділок Щоб вона Якби так Попрактикувалася Чи зможе Вона працювати Мову знає Польську Добре Якщо це Боже Устройство То нехай Бог Устроїть їй Цю роботу А якщо не Боже То нехай Бог Удасть їй Іншу роботу Помолитись Щоб вона Мала роботу Достойну Все Боже Якщо угодно Господу Бог все Устроїть Помолити на нашу Повірити на нашу Що тако сказати Так Аміня Ну хорошо Може Хто ще У кого Що є Хорошо Якщо Боже Никого Не то Нужно Будем Веровать Сейчас Молити І наш брат Алексей Закончит Наше Молитовое Служення І я Що Почитаю вас Служення Светлым Лицом Своим Помилую Тебя Да Обратит Господь Лицо Своє На Тебя І даст Тебе Мир Так Пусть Призывает Имя Мое На Сынов Израиль І я Благословляю И Пусть Вас Господь Тоже Благословляю Во имя Иисуса Христа Если Бог Дас Нам Снову Встречу Во вторник Это Уже Как Брат Судог 30 Января Уже Последний День Этого Месяца И мы Сегодня Закончим Наше Служение С вами Был Пастор Церкви Эрот Лик А брат Алексей Закончил С нашим Молитом Ему Слава Во веки Аминь Молим Чисто Ключаем Микрофон